Всем привет! Я уже собралась, сегодня у меня такой прям бурный день. Я иду на собеседование, у меня их штук 7 сегодня, может даже больше будет, не знаю. Знаю даже пройду все или нет, посмотрю. В целом до вечера мне нужно все эти собеседования пройти и уже окончательно что мне там скажут, что не скажут. Как-то прошлая неделя совсем не задалась, вообще никто не перезванивал, в общем как-то неудачно было все. Да, по поводу наушников, они видите у меня вот сползают все время вот так вот, то что я вам говорила в прошлом влоге. И закрепляю я их вот такой вот скрепкой. Знаете с чего? С обычных носков, когда покупаешь вот новые носки, скрепляются вот пара обычно вот такой вот скрепкой. Ну, я уже дома, в общем сходила на пару собеседований, решила прийти просто попить чайку, так немножко перекусить и согреться, потому что я как-то не знаю, что-то я замерзла. В общем, сейчас сделаю себе чай, я уже чайник закипятила, в общем кружка моя грязная, буду пить с пластмассовой. В общем, да, зашла еще, думаю, может быть переодеться, потому что я одела пальто, а в нем как-то немножко прохладно, не знаю, в общем, что и как. Так, посмотрю, может быть даже переоденусь. И вкратце расскажу вам, чтобы не затягивать, вкратце расскажу, как все-таки сходила на собеседование. Ну, в одном месте я заполнила анкету и мне сказали, что перезвонят. Ну, это стандартная процедура во многих местах. Другое место я пришла, сразу скажу, я не хожу только, не знаю, на собеседование там, где требуются какие-то специалисты, я не знаю, там супер-пуперские какие-то ученые. И, в общем, я хожу на всякие собеседования и должности разные, поэтому где возьмут, там и возьмут, потому что я работала также в разных сферах и в государственных организациях. В общем, я думаю, это затянется надолго, перечисления. В общем, работала я много где. Вот, и пришла я в магазин на продавца, какой-то там элитный магазин. В общем, я почему пошла туда, потому что, думаю, у них там не проходной двор, так как цены у них высокие. Ну, а как я узнала, что у них цены такие, в общем, высокие по телефону, женщина, с которой я разговаривала, она вообще по телефону как-то странно себя вела, в плане того, что я ей объясняю, что я там, да, из Украины, всё. Ей вроде бы, ну, подходит это, в плане того, что они не против, они берут украинцев на работу, потому что если я обычно звоню в какое-то место и говорю, что я с Украины, есть такие, которые говорят, нет, спасибо, нам украинцы не нужны, мы там только вот россиян берём. Есть и такие, и по большей части таких становятся людей, работодатели, потому что, не знаю, наверное, украинцы насолили очень сильно работодателям, не знаю, с чем это связано. В общем, разные люди бывают, понятное дело, просто по телефону её вроде бы всё устраивало, она вот сказала мне подойти, я подошла по телефону, она очень меня расспрашивала, что, как, где, какие документы есть. В общем, я ей всё рассказывала, и она ещё по телефону мне сказала такую фразу, что, ну, нам бы желательно, чтобы у вас хотя бы там, да, РВП было, а я только подала на РВП недавно. Я говорю, а в чём вообще суть? У меня, говорю, есть первоначальный документ, с которым я могу и работать, и я числюсь в ФМС, и вы, если что, да, я там, я не знаю, что-то сделаю плохое, то вы можете меня найти везде. Я числюсь, говорю, и в полиции, так же, как любой российский гражданин, и я живу здесь на таких же правах. В чём проблема? Она, ну, вот у нас дорогостоящие вещи, там, тудым-сюдым, мы переживаем, что, вот, мало ли, мы вас не знаем. Каждый может сказать о себе, что он там не вор и всё такое. Я говорю, ну, вы меня можете найти везде. Вот у нас такой разговор состоялся по телефону, и я пришла сегодня, она мне то же самое говорит. Я говорю, вы понимаете, я ей показала все свои документы, говорю, вы понимаете, что я не просто так здесь нахожусь, я внесена в базу данных, там, Воронежа, да, в российскую базу. Не просто так это всё происходит. Говорю, если бы я просто так к вам пришла, у меня был бы на руках один мой украинский паспорт. Ну, и максимум, там, да, регистрация временная. Всё. Я ей показала кучу документов, кучу всяких бумажек, и всё равно, ну, вот, да, насколько люди какие-то вот странные. Ну, скажи ты, ну, вы нам не подходите. С первого взгляда я ещё когда зашла в магазин только, она меня так обсмотрела с ног до головы, а я ничего такого, как бы, да, вроде бы нормально выгляжу, никакого у меня сверхъестественного макияжа, я нормально выгляжу. Я не знаю, может, я должна была подъехать на машине с личным водителем, может, я должна была в мехах прийти туда, я просто не знаю, какой у них отбор. Я сразу просто увидела, что, наверное, я не приглянулась им и внешне, и, не знаю, расспрашивать она меня особо не расспрашивала, что я знаю про вещи, про размеры какие-нибудь, да, в общем, именно по работе. Она мне ничего не спрашивала. Вот именно везут. Девушки, ещё раз. В общем, я уже дома, смотрю YouTube, как обычно, и вот оно, моё любимое. У меня зима ассоциируется вот с хурмой и с мандаринами. Мне это всё нравится. В общем, я думаю, как и всем, в принципе, остальным. Я не знаю, почему я, кстати, выгляжу такой блестящей, не пойму ничего. Я пользовалась хайлайтером, но не на всё лицо. В общем, не знаю, какая-то я вся блескучая. Сейчас 5 часов вечера. Я буду уплетать мясо. Не знаю, захотелось мне мясо. У нас до этого было замариновано целая миска. В общем, мы съели, и остался один кусочек. В общем, я сидела-сидела, в общем, ждала целый день. И мне захотелось уже аж под вечер его съесть, потому что, ну, организм такой. Он целый день ничего не хочет, много энергии, чем-то занят, что-то делаешь, куча дел. А потом просто жрать начинает хотеться как раз тогда, когда тебе нельзя. Я уже на данный момент машу на высад смотрю уход за кожей.